Отправился я на первый свой заказ Перед этим я сделал анонс в своем инстаграме И посмотрим, кто меня ждет в этом заказе Значит, машину предварительно я заведил У меня сейчас 94% заряда батареи И порядка 152 км пробега Здравствуйте! Это вы мои клиенты? Да, конечно Ну, за власти Такое ощущение, знаешь, как будто... И в миньем, когда люди взяты Да? Сидите свидетелям будет, пара свидетелям Свидетелям чего? А вы с какой целью тут сидите? Сидите В смысле сидите? Ну в прямом смысле С какой целью тут находитесь? Так стойте, подождите У него же фара не работает А вы с какой целью тут находитесь? Ну вот один патруль тут стоит Чуть дальше стоит в 200 метрах еще один Нету там никого Что вы говорите? Вы хоть бы поинтересовались Вы на одном участке Срочный вызов наверное, да? Так а что стоите здесь? В смысле? Ну с какой целью останавливаете машины здесь? Операция какая-то? Ну вы тут стоите стационарно Мы его остановили Нет, так а вы тут что находитесь? Объясните мне Ну как это? Мне показалось? В связи с чем вы тут находитесь? Объясните мне инспектор Не-не-не-не вы мне ответьте Вы так просто не уедете Ну вот так это Здравствуйте Здравствуйте, скажите Кто? Хорошо, давайте посмотрим Оп! Патрульчик стоит Останавливает Так же как и вы Оп! И через 100 метров вы Давайте подъедем с удовольствием Как так произошло? Садитесь и идите Мы такое даже Мы не в шоке Мы не знали что он действительно Не знали Садитесь за руку Не договаривались А как мы можем встать? Сейчас будем глянять всех На этой трассе Харьков просто не перестает удивлять Не могут поделить одну территорию Здравствуйте! Инспектора! Что у вас случилось? У меня, а что у вас случилось? С какой целью вы тут стоите? Регулирование Попережения Порушений права дорожного руку Огроманская безопасность А вы не устали попережать Каждые 50 метров? Я не устали 50 метров стоят они Через 50 метров стоите Вы не слишком часто предупреждаете? Не, не переживаю Я вот как сюда приехал Задним правонарушителем встали А кто вас тут разместил? Сами размещаю Сами У нас судовых листов нет Отлично А перед тем как разместиться Вы вообще смотрели что в 50 метрах От вас стоит еще один патруль И точно так же предупреждают Точно так же косит палками Не видели? Не видел Так может вы Для того чтобы предупреждать Отсюда видно Что WAR знают? Сказали что у вас какие-то проблемы А у меня какие-то проблемы? Ну да Этоencie μας подразделение Я понимаю С какой целью размещаете стационарно? Вам стационарно запрещение Сто измех не размещается Это не стационарный пост Что это такое? Это стационарное размещение? Нет Что нет? Нестационарное размещение Машина стоит стационарно сумма Вы патрулируете в движении сейчас? Я патрулирую А патрулировать можно Как вот таким образом. Как ездить... Как мешmoreнуть. Стационарно размещаться на трассах запрещено. Я не размещаюсь стационарно. Это есть стационарное размещение. На данный момент. Не закреплен. Никакими вещами. Он свободно передвигается дальше. Это не стационарное закрепление. Вы дурака делаете из меня? Нет. Это есть стационарное размещение. Что такое стационарное? Стационарное, это когда вы стоите не в движении. Когда вы не патрулируете, когда вы на месте-косите 米. Я оформляю правопорушен. Сейчас, сэр beforehand. до этого я оформлял я имею право выйти воде дышать вы никого не останавливали вы нашли поставленных стационар Republicans я делаю часüssel я не работаю в режиме стационарно вы тут не остановили у них стояли это когда объект недвижимый. Так вы недвижимый объект, вы стоите на месте. Так вы стоите, не двигаетесь. Садитесь, едьте. Не хочу, вы мне не приказываете. Так это есть стационарное размещение. Так это есть прямой запрет господина Авакова. Это не работа. На участке 100 метров стоят 6 полицейских. А я знаю, поэтому задаю вопрос. Их расположение никто не доносит. Это другое совершенно структурное подразделение. Вы логику улавливаете вообще или нет? Не доходит. Давайте так. Не доходит. Роман, я не работаю в Тарси. Роман, я не доходит. Я не работаю в такси, но вы скоро можете тут оказаться и работать. Возможно. Не доходит до дебилов. Так что мне делать? Где уехать? Я ничего не наделал. Роман, вам надо было уехать, как только я к вам подъехал и сказал о том, что на участке в 100 метров находятся два патруля, два автомобиля. Вы подошли и сказали, что вы тут нарушаете, вы незаконно действуете. Правильно, я вам объяснил, почему. В процессе разога мы с вами общаемся, вы говорите, что там стоял автомобиль. Роман, до вас не доходит. Я вам пояснил, почему его незаконно. Я вам объяснил. Недовольство какое. Роман, до вас так и не дошло. Что? Ну, вам недовольно, что стоят где-то рядом два патруля, правильно? А вы нормально считаете, что 6 полицейских, 6, стоят на участке в 100 метров и останавливают машину. Я не останавливаю машину. Вы видели, чтобы я останавливаю машину? Давайте я покажу видео, что я их не видел. Так, у меня там последнее предложение. Вы, да, начинаете работать или нет? Вы работать начинаете или нет? Александр. Роман. Александр, можно вы меня... Вы, да, будете работать или нет? Вы меня можете послушать. Я понял. Вы меня можете послушать? Роман, как хотите. Роман, да мне не важно, что мне не подойдет. Я же не отчитываюсь с вами. Я просто вам... Вы хотели увидеть, вы сказали, что я там что-то знал. Я просто хочу оставаться тем человеком, который говорит правду. Роман, да как вы можете... Они бегают импульсивно над всеми. Я говорю, что вы виноваты в том, чего... Роман, пока вы не выучите слово стационарно, а нам с вами общаться не отчем. Стационарный пост ГАИ. Какая информация? Я вам сейчас скажу... Причем здесь пост ГАИ? Ну, пост полиции, давайте так его называйте. Причем здесь пост полиции? А что? Я... Что такое стационарный? Если вы, Роман, перестанете... Что такое, смотрите, стационарный пост, патрульная полиция, место несения нарядами, дорожная патрульная полиция, оборудованы специальные служебные помещения, оснащены оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а также закрепленная за ними зона ответственности. А что именно тут стационарный? Вы думаете, что слово... Что такое стационарный? Если вы перестанете перебивать меня, то, возможно, я вам отвечу. Извините, я вас слушаю. Слово стационарный применимо не только в сочетании со словом пост. Стационарное может быть все, что угодно, в том числе и ваше размещение. Нет, все подряд не может быть. Не может быть. Но ваше размещение, как сотрудника полиции, стационарным быть может. И оно прямо запрещено. Потому что вы во время несения патрулирования должны перемещаться и выявлять право порушивания. Я вы его право... Вы сейчас что делаете? Да я сейчас обернусь и выявляю сразу право порушивания. Вы сейчас обернете сразу выявить? Ну, конечно, люди без света поедут. А ну, давайте, Роман. Ближайшая машина, которая будет ездить. Так и я без света езжу. А то что, где-то есть знак населенный пункт закончен или что? Где-то там синий стоит знак. Я когда отсюда выезжаю без света, здесь... А я вас оттуда остановил? Так я могу на заправке развернуться. А я этого же не знаю, правильно. Так правильно, в связи с чем вы останавливаете? Вы физически оттуда ездите. Да, вы же видели, что я оттуда еду без света. Без света оттуда ездите. Да, потому что я развернулся. Потому что оттуда вы едете, въехав же в город под синий знак. Я говорю, я развернулся на заправке. Вы в себе, Роман. Я же об этом не знаю. Знаете, вы не знаете. Это не моя проблема. Правильно, поэтому я действую так, как я вижу. Так это не есть причина для остановок. Я вижу, что вы едете со стороны Белгородского шоссе оттуда. Значит, вы едете с той стороны. Я не знаю, что вы... Вы в своем уме, Роман, вообще, скажите. При выезде за межом места водей. Так он не выезжал из города. Я говорю, что я развернулся на заправке. Там знака населенного пункта нет, что он закончен. А я же не знаю, откуда вы поехали. Да, мне вы как раз и знаете. Роман, не перебивайте. Послушав вас, я понимаю, что вы не понимаете ничего. Да. Здравствуйте. Да. Да, Роман, секундочку, не уходите. Да, я вызывал. Вот здесь находится патруль с номером 3544. И в 80 метрах от него находится еще один патруль Toyota, который тоже почему-то останавливает без причины автомобили. Два патруля не могут объяснить, в связи с чем они тут находятся, стационарно размещаются и нарушают закон о полиции. Хочу это дело все зафиксировать и написать заявление. Вам скучно без меня, Роман? Нет. Можно мы поедем или нам прикажете ехать? Я хочу просто закончить наш диалог с вами. Вы сказали, что я вам нужен, поэтому я уточняю, что нужно делать. Я хочу, чтобы вы остались. Сейчас приедет патруль полиции. Мы оформим ваше нахождение здесь. Вы будете писать аэропорта. Да, вы без меня можете оформить. У меня есть видео, что я здесь был. И есть GPS-данные, что я здесь был. У меня есть видео. Не, так вы остались. Не могу не ждать. Мы выясним ваши... Захочу, не буду ждать. А вы такой, захочу, не захочу, сделаю, не сделаю. Я плевал на закон. Я не плевал на полиции дерьмо. Хочу, тут стану. Хочу, тут не стану. Хочу, остановлю. Хочу, уеду. Я вас понял, до свидания. Хочу, не уеду. Роман. Роман спекся. Я вас, ребята, очень прошу, пожалуйста, кто проезжает. У вас же здесь много ездит, много мне сигналят, видят меня, что я гоняю этих идиотов-дармоедов с дороги. Почему вы не можете уделить 25 минут своего времени от силы максимума для того, чтобы остановиться возле патрульных, выяснить, в связи с чем они находятся и размещаются здесь. Позвонить в патрульную службу, сообщить о том, что находится патруль, который находится неправомерно, который не должен находиться стационарно, размещаться на трассе. И косить здесь бабло всех подряд. По роману же видно смысл и цель его нахождения здесь. Понятно, что вдруг городская полиция заинтересовалась водителями, которые по трассе ездят без света. Просто уникальный случай. И при этом в 100 метров от них находятся еще одни дармоеды областные, которые вышли на эту же рыбалку и точно так же косят всех подряд за свет и за фары. Просто уникальные дебилы, которые друг о друге не знают. Взаимодействия у них нету, поэтому как рыбаки в одной лунке сидят. Поэтому, ребята, я вас очень прошу, не ленитесь, останавливайтесь, фиксируйте, звоните. Это недолго, позвоните в 102 и сообщите о том, что вы стали свидетелями неправомерных действий сотрудников полиции. Зафиксировать это все, написать от себя заявление. И все, финита лекомедия. Все разъехались, никого нет. И можно нормально ездить и никому не платить деньги просто так. Не ленитесь, я вас очень прошу. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.